SCP-3515 Самокопание Объект номер SCP-3515 Класс объекта Безопасный Особые условия содержания SCP-3515 должен содержаться в стандартном хранилище для произведений искусства в зоне 77. Содержание объекта и эксперименты с ним должны проводиться на территории, удаленной от местных спальных отсеков и зоны общего пользования, не менее чем на 15 метров. Описание SCP-3515 представляет собой рисунок углем по бумаге, размером 40 на 60 сантиметров, на настоящий момент вставленный в деревянную рамку. Рисунок изображает земляной холм с растущей на нем суковатой ивой на фоне пустынной местности. Другой растительности на холме нет, художник и дата создания работы неизвестна. Люди, которые проводят вблизи, на расстоянии в приблизительно 5 метров от SCP больше часа, начинают испытывать слабые слуховые галлюцинации, напоминающие звук рытья земли в медленном, не меняющемся темпе. В сопоставительных испытаниях субъекты наиболее часто соотносили производимые SCP-3515 галлюцинации со звуками ударов металлической лопаты о твердую глинистую землю. Если затронутый субъект перестает находиться в непосредственной близости от объекта, данные слуховые галлюцинации пропадают. Когда субъект засыпает в непосредственной близости от объекта и наступает стадия медленноволнового сна, третий этап медленного сна, он внезапно исчезает. Исчезновение затрагивает одежду и другие предметы, находящиеся в телесном контакте с субъектом. Местоположение субъектов затронутых явлением неизвестно. Наиболее примечательным опытом за всю историю испытаний фонда был эксперимент SCP-3515-S01. Протокол эксперимента SCP-3515-S01. Избранные выдержки. Примечание. Единственный испытуемый, D-6042, был помещен в камеру с SCP-3515 и спальным местом, оборудованным по стандартам фонда. На D был закреплен GPS-маячок. На голове были зафиксированы камера и микрофон. На одежде закреплен радиопередатчик. Ниже представлены относящиеся к делу выдержки записей. Начальный этап эксперимента подтвердил наличие слуховых галлюцинаций. Как и ожидалось, никаких неожиданных результатов зафиксировано не было. После завершения первоначального наблюдения начались испытания вторичного эффекта SCP-3515. С начала эксперимента прошел час сорок шесть минут. D-6042. Выходит, вы хотите, чтобы я лег спать? Доктор Халлард. Верно. Пожалуйста, не снимайте и не выключайте оборудование. D-хорошо. А что вы исследуете? Доктор Халлард. Извините, я не могу сказать. Мы будем все время наблюдать за вами. D-ладно. Хорошо. А можно что-нибудь сделать с тем шумом? Доктор Халлард. Боюсь, что нет. Просто постарайтесь не обращать на него внимания. D-попробую. Он все равно довольно тихий. D-6042 ложится на бок. Камера смотрит в стену испытательной комнаты. На записи не слышно других звуков, кроме дыхания D-6042. Спустя приблизительно 17 минут прикрепленный электроэнцилограф показывает, что D засыпает. Приблизительно 20 минут спустя паттерны мозговой активности показывают, что D достиг медленного волнового сна. D-6042 исчезает. Вместе с ним исчезает также и одежда. И закрепленная на ней электроника. Кроме электродов электроэнцефалографа, который остается лежать на кровати. Команда наблюдения продолжает получать сигналы с камеры, микрофона и GPS-маячка. GPS-маячок показывает новое местоположение. Удалено. Местоположение подтверждается при помощи мультилатерации передаваемых сигналов от разного записывающего оборудования. Закрепленная на голове камера начинает показывать другую комнату. Стена другого цвета, отличается форма подушки. Через микрофон слышно дыхание D, свидетельствующее, что он все еще спит. Команда наблюдения продолжает мониторинг. В то время, как дислоцированный ближе всего МОК было приказано отправиться на местонахождение GPS-маячка. По прибытии МОК докладывает, что на том месте находится пригородный дом со следами недавнего пребывания жильцов. Однако хозяев дома нет на месте. Спальня на втором этаже с видеозаписи напоминает помещение с камеры D-6042. Самого D-6042 в спальне нет. После того, как за следующие три часа не наблюдалось никакой активности, команда наблюдения решает попытаться разбудить D-6042. Доктор Халлард, D-6042, вы меня слышите? D-6042, D. А? Чего? Да-да, я вас слышу. Простите, я спал. Камера поворачивается и показывает потолок темной комнаты. Доктор Халлард, ничего, как себя чувствуете? D. В порядке, еще не проснулся толком, но нормально. А что? Камера поворачивается, показывая интерьер обычной спальни. В объектив попадает шкаф, письменный стол. Размеры комнаты и цвет краски на стенах идентичны комнате, которую может наблюдать МОК. Однако мебелировка отличается. Членов МОК на трансляции с камеры нет. D. Что за... Что это? Доктор Халлард, D-6042, вам знакомо это место? D. Да, это моя комната. Моя комната в доме родителей, я имею ввиду. Это была моя комната в детстве. Ух ты, а вон и мои книги. Доктор Халлард, наши агенты находятся в одной с вами комнате, но они вас не видят. D. Со мной тут никого нет. Как я сюда попал? Доктор Халлард, я надеюсь, что вы поможете нам это понять. Вы первый человек, которому довелось дать описание этому явлению. Не могли бы вы, пожалуйста, оглядеться по сторонам и поискать что-нибудь интересное или необычное? D. Думаю, да. D-6042 выходит из спальни и идёт вдоль по коридору. Других людей не видно. D. Эй, тут кто-нибудь есть? Ответа не последовало. D-6042 доходит до лестничной площадки и спускается на один пролёт вниз. Сбоку от лестницы на стене висят фотографии в рамках. D. Ух ты, даже фотографии те же самые. Фотографии выглядят абсолютно нормально. И изображение на них соответствует тому, что известно о семье D-6042. Проверка биографических данных субъекта подтверждает, что источник GPS-сигнала находится в доме. D-ROS D-6042. D. Есть кто дома? Мама? Агенты МОК докладывают, что вернулись текущие владельцы дома, не состоящие в родственной связи с D-6042. Они были временно задержаны и обработаны впоследствии амнезиаками. D-6042 спускается к подножию лестницы и входит в гостиную. Электрическое освещение работает, но шторы опущены. D-6042. Так странно, всё выглядит в точности, как и в детстве. С этого дивана я в семь лет упал и вывернул себе запястье. Доктор Халлард. Выходит, что это всё соответствует вашим воспоминаниям? D. Да, но тут намного тише. Никого ведь нет. А в остальном да. Хотя подождите. Доктор Халлард. Что такое? D. Та картина. На дальней стене. Не помню такой. D-6042 пересекает гостиную. Картина на стене напоминает SCP-3515. D. Это картина из эксперимента. Я точно помню, что такой дома у нас никогда не было. Доктор Халлард. Вы не видели эту картину до начала испытаний? Не помните? Может, у вас на этом месте висела другая картина? D. Нет, не помню. Но до сегодняшнего дня я этой картины не видел, это точно. Доктор Халлард. Не могли бы вы подойти к ней немного ближе, чтобы мы могли увеличить изображение? D-6042 подходит к SCP-3515. Детали картины не изменились. D. Мне кажется, что это та же самая картина. Доктор Халлард. Спасибо. И нам так же кажется. D. Хотя я не могу быть уверенным на 100%, но мне кажется, что шум стал намного громче. Доктор Халлард. Звук рытья? D. Ну да. Доктор Халлард. Отлично. Мы это учтем. Внимательно следите за любыми изменениями. А пока. Не могли бы вы открыть занавески? Нам бы хотелось взглянуть на улицу. D-6042 раздвигает занавески. Окно покрыто чем-то непрозрачным с наружной стороны. D. Странно. Будто бы оно вымазано в грязи. Или... D. D-6042 бежит к двери. Отпирает замок и тянет на себя, пытаясь распахнуть дверь. Дверь кажется застряла. D-6042 кряхтит. Затем он тянет ручку, отклоняясь корпусом от двери. Внезапно дверь растворяется. D падает. Камера бьется о пол. D в панике кричит. D отползает от двери. Камера с трудом фокусируется. D с трудом дышит. Блять, сука. Доктор Халлард. D, скажите что-нибудь. Вы ранены? Что случилось? D. А вы сами не видите? D-6042 обратно подходит ко входной двери. Пространство за открытой дверью заполнено черной землей. Земля посыпалась на пол дома и на комбинезон D-6042. D. Какого черта? D-6042 протискивается в дверной проем, пальцами разгребая землю. Куски земли падают вниз. И затем из пространства выше, вниз осыпается еще больше земли. D быстро перемещается из комнаты в комнату, раздвигая занавески и открывая окна. Там, где это возможно. Похоже, что весь дом сдавлен слоями земли. D. Какого хуя? Доктор Халлард. Пожалуйста, попытайтесь успокоиться. D кричит. Да ну это все нахуй. D-6042 взбегает вверх по лестнице и заходит в спальне, продолжая ругаться и игнорируя приказы команды наблюдения. Все окна в комнатах сверху тоже полностью закрыты землей. D-6042 начинает сильно волноваться. D спускается вниз в гостиную. Берет стул и кидает его в окно. D неразборчиво кричит. Окно разбивается. Черная земля сыпется через трещину. D резким движением садится на пол и тяжело дышит. D. Ублюдки. Ублюдки. Вы похоронили меня. Вскоре D-6042 снял камеру и гарнитуру. Источник сигнала GPS-маячка несколько часов перемещался по территории дома. Впоследствии D-6042 вернулся в гостиную. Присоединил камеру и гарнитуру обратно и связался с командой наблюдения. С начала эксперимента прошло 8 часов 49 минут. Доктор Халлард. Спасибо, что вы вернулись. D. Заткнись. Вы должны вытащить меня отсюда. Я проверил везде, где только можно. Везде одно и то же. Тут все завалено землей. Двери, окна и даже подвал проверил. А за ним еще больше земли. Поэтому вы должны вытащить меня отсюда, хорошо? Доктор Халлард. Я могу вас уверить, что мы делаем все возможное, чтобы... D. Нет, черт возьми. Вы обязаны меня отсюда вытащить. Не пробуйте. Делайте. D глубоко дышит. Ладно, хорошо, простите. Я пытаюсь успокоиться, но мне тут не по себе. Мне нужна ваша помощь. Доктор Халлард. Мы вам поможем. Обязательно поможем. D. Прошу вас. Доктор Халлард. Мы вам обязательно поможем. Кстати, вы смогли поесть? D. Шмыгает носом. Да, я немного поел. На кухне есть еда. Доктор Халлард. А пить есть что? Мы, по-моему, слышали, как шла вода из крана. D. Ага. Доктор Халлард. Поспали? D. Нет. Доктор Халлард. Наверное, неплохо бы. D. А сколько мне осталось? Доктор Халлард. Прошу прощения. D. До того, как я не задохнусь, пока кислород не закончится. Доктор Халлард. Вообще, вам стоит больше волноваться об углекислом газе. D. Кричит. Сколько мне осталось? Доктор Халлард. Э, ну на самом деле-то довольно долго. Дом довольно большой. И если обеспечить вентиляцию воздуху, его хватит на недели. Наверное. D. Гм, это правда? Доктор Халлард. Ну да. Должно быть так. D. Значит, вы вытащите меня отсюда? Доктор Халлард. Да, вытащим. Но сначала вам нужно поспать. А утром мы придумаем новый план. D. Я даже не знаю. Доктор Халлард. У нас много времени. У вас много еды и воды. И вам никто не мешает. В идеале, мне бы хотелось, чтобы вы попробовали поспать в гостиной. D. Нет, нет, я не хочу тут спать. Доктор Халлард. Это из-за картины? Я понимаю, что вы испытываете. Но возможно, если уснуть рядом с ней снова, это обратит эффект. D. Тишина. D. Хорошо. Попробую. D-6042 проспал в гостиной несколько часов. Ситуация заметным образом никак не изменилась. На следующий день D-6042 под руководством исследовательской группы обошел дом и совершил ряд экспериментов, которые подтвердили, что все здание снаружи завалено землей разных типов и плотности. Были собраны образцы для испытаний. Попытки использовать средства связи оказались неудачными, несмотря на то, что все оборудование было рабочим. Телефонные звонки не работали, дозвониться возможно было только до автоответчиков. Персональный компьютер невозможно было подключить к интернету. Телевизор работал, но смотреть можно было только заранее записанные программы. В прямом эфире ничего не шло. На основании этих испытаний было решено, что D-6042 попытается прорыть тоннель из дома наверх, используя садовую лопату из подвала. Остаток дня D-6042 потратил на сбор ресурсов по дому, включая еду и осветительные приборы на батарейках. Команда наблюдения помогла субъекту соорудить самодельную вентиляционную систему, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Следующим утром D-6042 вернулся к окну на чердаке, чтобы продолжить рытье земли. С начала эксперимента прошел 41 час 12 минут. Доктор Халлард. Хорошо, а теперь включи вентиляторы. Как будешь идти мимо? Замечательно. Теперь сделай сверху отверстие, чуть ниже самого верха окна. D-6042 кряхтит. Доктор Халлард. Прекрасно. Можешь просто скидывать ее вниз на первый этаж, а потом продолжай в том же духе. Если захочешь поговорить, мы тут. D-6042 тяжело дышит. Боже, это же займет целую вечность. Мне точно нужно сверху начинать? Доктор Халлард. Понимаю, что угол неудобный, но как образуется тоннель станет легче. Если делать так, то ты сможешь поддерживать арочную конструкцию в верхней части тоннеля, что сделает его более устойчивым. Да, и поможет выдержать угол подъема. Хотя дальше, по мере рытья, нужно будет выверять угол по уровню. D-6042. Хорошо, Джеймс, вам лучше знать. D-6042 на протяжении всего дня медленно, но верно продолжает наращивать размеры тоннеля. Настроение D-6042 на этой стадии колебалось между гневом, уходом в себя и сильным желанием поговорить. Перед тем, как отправиться спать, D-6042 несколько часов смотрел телевизор. На второй день рытье возобновилось. С начала эксперимента прошло 69 часов 44 минуты. D-6042 находился в конце тоннеля, сгружая лопатой тяжелую глинистую почву на сане, которые используются для того, чтобы отвозить ее обратно на чердак. Внезапно лопата на что-то натыкается, производя громкий резкий звук. D-6042 наклоняется. И обеими руками хватается за что-то, торчащее из-за обоя тоннеля. Комки глины падают вниз, обнажая нечто белое. D-Ты это видишь, Джеймс? Доктор Халлард. Да, мы это видим. В ходе дальнейших раскопок выясняется, что это была длинная кость. D-6042 отходит назад. D- Пиздец, это кость. Пиздец. Доктор Халлард. Ну и что? Где еще быть костям, если не под землей? D- Нет, 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 тут что-то не так, Джеймс. И знаешь почему? Я тут копаю и копаю. Но никого нет. Ни червяков, ни жуков, никого, кто живет под землей. Ни кротов, никого. Если тут нет никого, откуда кость? Доктор Халлард. Дай взглянуть на нее поближе, хорошо? Посмотрим, что мы можем о ней узнать. D-6042 тяжело дышит. Доктор Халлард. Хорошо, ладно. D начинает чистить кость от грязи. Снизу отпадает большой кусок глины, обнажая человеческую ступню. D пробирается назад по тоннелю, обратно в дом. Попытки команды наблюдения обсудить ситуацию игнорируются. Нашлемная камера оказывается на некоторое время снятой. Спустя примерно 2 часа можно было наблюдать, как D-6042 проходит мимо камеры в тоннель, держа в руках лопату. 45 минут спустя, D-6042 возвращается обратно на чердак и заново надевает камеру. D-6042. Я же вам говорил. Вы тут? Доктор Халлард. Да, мы тут. Что ты нам говорил? D-6042. Я вам покажу. Это место. Я вам покажу. D возвращается в тоннель. Где-то на середине по краям тоннеля видны следы недавнего рытья, образующие небольшое ответвление под углом к основному тоннелю. Две кости торчат из земли на высоте колена. Похоже на то, что это человеческие лучевая и локсевая кости. D. Видите? Вы видите это? D-6042. Лопаты разгребают землю, опавшую на пол тоннеля. Можно наблюдать множество более мелких костей. Предположительно, это человеческие кости запястья, пясные кости и фаланги пальцев. D-6042. Скажите, что тут вообще происходит? Доктор Халлард. Мы не можем. Прости, я не знаю, что это. Мы сделаем всё возможное. D. Всё возможное? D-6042. Усилием втыкает лопату в забой тоннеля на уровне плеч и начинает беспорядочно копать. Раздаётся резкий скребучий звук. D-6042 замахивается ещё раз. И вниз падает большой комок земли. Когда он касается земли, он разламывается пополам, обнажая другую человеческую кисть. Частично подвергшуюся разложению. Слышны звуки рвоты. D-6042 отступает от тоннеля. На протяжении нескольких минут слышно затруднённое дыхание. Доктор Халлард. D-6042. Дружище. Ты там как? D. Пожалуйста. Вам нужно что-нибудь сделать. Я так больше не могу. Доктор Халлард. Но мы и делаем. Мы видим твой GPS-сигнал когда-то в тоннеле. С другой стороны, он исходит из сада. Туда идёт команда. Скоро они начнут копать навстречу тебе. Мы тебя вытащим. D-6042. Пожалуйста, вы и должны. Доктор Халлард. Мы вытащим. Но нам нужно, чтобы ты продолжал копать нам навстречу. Через камеру мы увидим то, что увидишь ты. И так мы поймём, сколько ещё осталось копать, чтобы тебя найти. D-6042. Не, больше я копать ни за что не буду. Не сегодня точно. Доктор Халлард. Хорошо. Ничего страшного. Мы продолжим завтра. Остаток дня. D-6042 ел и смотрел телевизор. Сидя близко к экрану. Следующим утром, когда D-6042 начал забираться в тоннель, электричество в доме погасло. С начала эксперимента прошло 88 часов 20 минут. D. Господи, блять, меня вообще слышно? Доктор Халлард. Я всё ещё тут. D. Что происходит? Что случилось? Доктор Халлард. Мы пока не знаем. Но если бы ты сходил в гостиную и... D. Нет, я туда не пойду. Я отсюда валю. Доктор Халлард. Хорошо, я тебя услышал. Попробуй хоть лампу найти. D. Забирается в тоннель и начинает быстро рыть. Говорит, D. Редко. Работает недолгими, но интенсивными подходами. А потом отдыхает. Сидя на полу тоннеля. Несколько раз в ходе рытья тоннеля обнаруживаются кости или разложившиеся человеческие останки. D-6042 или засыпает их опавшей землёй или полностью игнорирует. Командой наблюдения было подсчитано, что останки обнаруженных на тот момент людей должны были принадлежать как минимум 12 различным людям. Спустя несколько часов лопата натыкается на что-то твёрдое в основании тоннеля. D-6042. Кряхтит. Ох, х***баный ты. Доктор Халлард. D-6042. Нам крайне необходимо увидеть, что это. Пожалуйста. D. Да? Зачем? Доктор Халлард. Возможно, мы сможем это использовать, чтобы тебе помочь. D. Ладно. D-6042 дальше разрывает пол тоннеля, высвобождая разложившееся человеческое туловище с несколькими торчащими ребрами. Неподалёку лежит голова, на которой сохранилось некоторое количество плоти и волос. Доктор Халлард. Хорошо. Не мог бы ты подойти поближе, пожалуйста? D. Боже, ну и вонь. А зачем? Доктор Халлард. Возможно, нам удастся установить, как они были похоронены. Это позволило бы сказать, как близко ты находишься к поверхности. Не мог бы ты поднять голову? D. Я не хочу её даже трогать. Доктор Халлард. Да брось, тебе от этого хуже не станет. Мне правда очень нужно, чтобы ты это сделал. D-6042. Тебе нужно, чтобы я это сделал? Нужно тебе? А нахуй тебе это нужно, Джеймс. Да пошёл ты. А мне нужно, чтобы вы вытащили меня отсюда. D-6042 несколько раз ударяет труп полотном лопаты, раскалывая кости. D-6042 кричит. А это тебе нравится? Это идёт на пользу исследованием. Да пошёл ты. D-6042 начинает беспорядочно копать, больше не прерываясь на то, чтобы удалять опавшую землю из тоннеля. Наклон тоннеля D-6042 увеличивается. Когда из потолка тоннеля показалась свисающая вниз рука, D-6042 несколько раз нанёс по ней рубящие удары лопатой, пока та не упала, и оставил её позади себя, засыпанную землёй, продолжая копать. Спустя несколько часов лопата вновь натыкается на что-то твёрдое в районе верхнего свода тоннеля. D-6042 продолжает рытьё, раскапывая нечто вроде длинного корня дерева. D-6042 перестаёт копать и останавливается, неподвижно глядя на корень. Доктор Халлард. Эй, ведь это хороший знак. D-6042 не отвечает. Доктор Халлард. Это должно означать, что ты подбираешься к поверхности. Если ты продолжишь копать, то мы поймём, насколько близко. D. Шепчет. Нет, это не... Мне они не нравятся. Всё какое-то неправильное. Доктор Халлард. Что-то не так? Корень выглядит вполне нормальным. D. Нет, нет. Доктор Халлард связывается с командой ведущей раскопки. Им удалось продвинуться на глубину в 20 метров. Земляные работы прошли нормально. Никаких следов человеческих останков обнаружено не было. По соседству с домом детства D не растут большие деревья. D-6042 возобновляет рытьё со стороны забоя тоннеля. И работает ещё несколько часов без воды и еды. С потолка свисают ещё три корни дерева. А также отсечённая от тела нога, обёрнутая в куски ткани. D продолжает работать, избегая соприкосновений с корнями деревьев. Спустя 14 часов непрекращающейся активности команда наблюдения решает вмешаться. Доктор Халлард, эй, я знаю, что ты нас игнорируешь, но тебе нужно прекратить. Тебе нужно отдохнуть и поесть. Тебе нужно поспать. D. Мне нужно выбраться отсюда. Доктор Халлард, да, но ты не сможешь копать, если будешь истощён. Ты будешь лучше работать, если отдохнёшь. D. Я не хочу. Доктор Халлард, тогда просто передохни. Мы можем поговорить. D. Ладно. D. Садится на полтоннеля. Доктор Халлард, разве после отдыха не стало лучше? D. Я довольно устал. Доктор Халлард, разумеется. Несмотря на это, ты неплохо продвинулся за сегодня. D. Ага. Доктор Халлард, скажи, какое первое блюдо ты бы хотел съесть, когда выберешься обратно? D. Не знаю. Доктор Халлард, ну я имею в виду, какую еду, там пиццу, бургер. D. Бургер с сыром. Доктор Халлард, замечательно. D. Ты думаешь, можно будет заказать из Макдональдса? Роял-чизбургер. Доктор Халлард, уверен, мы сможем это организовать. Просто скажи, что ты хочешь. D. Есть хочу. D. Возвращается обратно ко входу в тоннель, чтобы забрать еду и воду. И ест. Доктор Халлард, завтра сможешь туда отправиться? D. Ага. Доктор Халлард, может, на ночь мы спустимся обратно в твою кровать? D. Не. Доктор Халлард, было бы лучше, если б ты спустился, с точки зрения циркуляции воздуха. D. Нет, я туда не спущусь. Доктор Халлард. Хорошо. Тогда хотя бы оставайся у входа. D. D отключает лампу на батарейках, в тоннеле и на чердаке темно и тихо. D. Сколько времени прошло, Джеймс? Доктор Халлард. Четыре дня. D. Извини, что накричал. Доктор Халлард. Все в порядке. Выбрось из головы. Лучше подумай о том, что будешь делать, когда вернешься. D. Хм. Джеймс. Я тут думал о дереве. Доктор Халлард. В каком дереве? D. В том, что на картинке. Я много о нем думал. Я тебе не говорил, извини. Доктор Халлард. Ничего. D. Тихо. Когда я копаю, я все время думаю. Думаю о картине, о шуме и о дереве. Мне кажется, что дерево ненавидит меня. Оно ненавидит меня. Доктор Халлард. Все в порядке. С тобой все в порядке, не переживай. Мы тут. D. D6042. Простите. Доктор Халлард. Может, ты слышишь наших ребят, как те копают сверху? Это могло бы быть хорошим знаком. D. Может. D6042 засыпает на несколько часов. Затем просыпается, взрогнув. D. Кто здесь? Доктор Халлард. Я тут. Доктор Халлард. D. А, привет, Джеймс. Доктор Халлард. Еще рано. Можешь спать дальше. D. Мне нужно выбираться наверх. D6042 выключает фонарь. Берет лопату и продолжает копать. Часто встречаются человеческие останки. Время, прошедшее с начала эксперимента. 109 часов 12 минут. D. Боже, как тут пахнет. Почему тут так много трупов? Халлард. Не знаю. Может, ты под кладбищем? Это было бы хорошим знаком, значит, поверхность близко. D. Смеется. Хорошим знаком? Под кладбищем? Доктор Халлард. Ладно, хватит, дружище. D. Дружище. Какая тут вонища. Давайте трупы будем копать вместе. Рыть, рыть, рыть. О, смотрите, ботинок. Кому нужен ботинок? Вроде хороший. Думаю, можно его и вытряхнуть. Джеймс, тебе ботинок не нужен? D продолжает копать, раскладывая найденные останки на полу тоннеля. D. Ещё рука. Сколько их уже было? А сколько ещё будет? Сколько? Внезапно раздаётся громкий звук. Фонарь гаснет. Из источников света остаётся только фонарик на шлеме D6042. D. Нет. Доктор Халлард. Что такое? Скажи, что там происходит. D. Блять, он обвалился. Он обвалился, Джеймс. Несмотря на то, что свет налобного фонарика слишком быстро мелькает, можно разглядеть, что тоннель позади D обвалился и засыпан землёй. Фонарь засыпало, и тоннель оказался полностью отрезанным. D. Блять, блять, блять. Доктор Халлард. Успокойся. Ты справишься. Тебе просто нужно прокопать проход через обвалившуюся секцию, чтобы ты мог пройти обратно к... D. Нет, я обратно не вернусь. Доктор Халлард. Дружище. Ты должен. Тебе нужно прокопать путь обратно к дому. Там, где ты находишься, недостаточно воздуха. D. Всхлипывает. Помоги мне. Доктор Халлард. Мы пытаемся. Но ты должен сделать это. Хорошо. D6042 начинает разгребать лопаты опавшую землю с верхней части обвалившейся секции. Сверху падает ещё больше земли. Вместе с человеческой ногой. На ранней стадии разложения. Нога одета в серой лохмотье. D. Боже. Раздаются звуки рвоты. D продолжает рыть на месте обвала. Выкопав небольшое отверстие. Отверстие выглядит надежным. Однако земля продолжает падать. С верхней части образовавшегося тоннеля. Доктор Халлард. Поторопись. Сзади D раздаётся другой громкий звук. Камера поворачивается. Крыша тоннеля обваливается ещё в одном месте. Сокращая оставшийся тоннель всего до нескольких метров. Доктор Халлард. Быстрее. Продолжай копать. Камера резко поворачивается вверх. И D6042 громко вздыхает. Там, где обвалилась крыша тоннеля, видно множество тонких корней деревьев. Над ними нет никакой земли. Корни тянутся вверх в чёрную пустоту. Насколько далеко от них доходит свет от налобного фонарика. D бросает лопату и начинает хныкать. Доктор Халлард. Постой. Нам нужно. Д6042 протискивается в отверстие в первой обвалившейся секции и ползёт вперёд, руками разрывая землю. Попытки команды наблюдения связаться с ним игнорируются. D продолжает медленно продвигаться вперёд, засыпанный землёй. На камере D6042 со всех сторон видна земля. Через микрофон слышно учащённое дыхание. Доктор Халлард. Постарайся не волноваться. Дыши спокойней. Вот так. D продолжает рыть вперёд, игнорируя попытки команды наблюдения связаться с ним. Отверстие по-прежнему небольшого размера. Довольно узкое. Руки D6042, похоже, в нескольких местах кровоточат. Спустя приблизительно 30 минут, D резко останавливается. D. Моя нога. Меня что-то схватило за ногу. D пытается обернуться, но отверстие слишком узкое. D. Помогите, меня схватили. Доктор Халлард. А ты уверен? Это может быть просто земля. Или корни деревьев. D кричит и сгибается, пытаясь лечь на спину. D. Я не вижу, она схватила меня за ногу. Камера бесконтрольно двигается. Но на ноге D ничего не видно. D очищенно дышит, похоже, вызвав у себя гипервентиляцию легких. D. Я должен выбраться. D продолжает рыть и ползти вперед, не отвечая на попытки заговорить с ним. Из земли сверху виднеется кусочек серой ткани. Больше земля сыпается вниз и обнажается человеческое туловище, одетое в комбинезон. D. Нет. Что это такое? Это же я. Это моя одежда. А там раньше был мой ботинок. Все они. Это я. Доктор Халлард. Но это же бессмысленно. D начинает кричать из крести ногтём по ткани, свисающей со свода тоннеля. Когда из земли обнажается туловище, на грудной части комбинезона виден частично замазанный землёй номер. D-6042 лихорадочно царапает по крыше и стенам тоннеля, раскапывая голову трупа. Голова трупа напоминает голову D-6042. D-6042 начинает кричать. Пытается откатиться от лица трупа в сторону. После того, как D-6042 передвигается, раздаётся громкий звук. Сверху вместе с большим количеством земли на субъекта падает труп. D-6042 оказывается завален. Когда камера фокусируется вновь, голова трупа смотрит прямо в объектив. Сверху видна спрессованная земля. Труп, свалившийся вниз на D-6042, брушивает тоннель, похоронив под собой D-6042. Камера остаётся неподвижна. Доктор Халлард, ты меня слышишь? D-6042 издаёт быстрое поверхностное дыхание. Доктор Халлард, ладно, всё хорошо, дружище, прости меня, всё хорошо. Спустя примерно 30 минут, D-62 издаёт звуки, соответствующие звукам конвульсии от гиперкапнии. Спустя ещё 8 минут, D-6042 перестаёт издавать какие-либо звуки. Команда, занимающаяся раскопками, продолжает копать ещё на протяжении следующих двух часов, достигая глубины приблизительно в 50 метров. Ничего необычного не обнаруживает. Команда прекращает работу. Камера и фонарик на главе D-6042 продолжают работать ещё на протяжении 123 часов до того, как разрядиться. В ходе анализа последних пяти часов записи были выявлены звуки, похожие на приглушённые звуки рытья, которые постепенно становятся громче. Субтитры подогнал «Симон»